Доброе утро! Молодой зелени, я уже немножко... Кто платил за ваш отдых? Сразу же вопросы к нашей теме сегодняшней. Кто оплачивал эту поездку? Этот отдых оплачивала я сама. Елена, ну хотя бы помечтали здесь. Я сама. Так, 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 так. Это к чему? Это я к тому, что мы говорим сегодня с Еленой Новоселовой про семейный бюджет и вообще про деньги в отношениях между партнерами. И сразу же начну с сообщения, которое прислала нам Мария, я уже зачитывала, но мне кажется, что это прям мой случай. Поэтому мне хочется еще раз. Значит, Маша в декрете сейчас. До этого тратила свою зарплату на себя сама. А теперь, соответственно, на деньги мужа существует. И вот муж немного в шоке от того, сколько приходится тратить денег. И Маша спрашивает, как не ссориться с мужем на почве семейного бюджета, тем более под влиянием мнения со стороны, потому что его родители считают, что она расточительна. А как мы родители могут вообще знать, насколько она расточительна, почему она расточительна? Наверное, он рассказывает. Вот это, наверное, другой вопрос, правда? Да. Вот мне кажется, что здесь вопрос, как не ссориться, он не столько связан с расточительством Маши, сколько с тем, что это стало публичным достоянием большого семейного круга. Вот, договариваться с мужем, договариваться с мужем, и, может быть, действительно где-то посмотреть, насколько ты вписываешься в семейный бюджет, потому что, если, например, возникают какие-то сложности из-за этого, в какой-то момент, бах, были деньги в тумбочке, а их там нету, то, наверное, действительно шок может быть у более ответственного члена семьи, я бы так сказала. Вообще-то вот... Вообще, Лен, что вот с деньгами нужно делать, когда у вас начинаются такие прям отношения? Ну, вот всё, вы поняли, что вы пара, вы живёте вместе, вот начинаете жить вместе. Нужно ли соединять бюджеты? Вот для начала нужно об этом поговорить, да, перед тем, как соединиться вместе, когда люблю-не могу, в общем, всё классно, всё замечательно, прям вот чувства пылают. Хорошо бы на эту тему поговорить, ведь две темы перед браком, ну, под браком я имею в виду соединение, да, пара под одной крышей, вообще на эти темы не разговаривают. Более того, две темы табуирены, секс и деньги, потому что, а вдруг я что-то разрушу, а вдруг я буду выглядеть... В основном это женские страхи, да, а мужчинам тоже не положено. Он должен гордо нести имя мужчины и показывать себя с самой лучшей, так называемой, стороны, то есть щедрость души, желание выполнять капризы своей дамы сердца и так далее. Потом всё заканчивается очень печально, потому что выполнять всю жизнь капризы своей дамы... Дороговато. Дороговато, и потом жизнь требует совершенно других подходов, это невозможно оставаться такими любовниками, да, всю жизнь. Ну, я не говорю, что исключений не бывает, мы говорим об общем тренде, всё в этой жизни бывает, но насколько это жизнестойко, насколько можно выжить в такой ситуации, вряд ли. Так вот, пара, для начала, должна обсудить своё отношение к деньгам. В нашем обществе, в постсоветском пространстве, которое ещё до сих пор очень мощно влияет на наше сознание, как бы мы ни говорили, что мы другие, да, вот что-то из себя там выдавили, как Чехов по капле, но, тем не менее, это в маленьких, совершенно в крошечных микроскопических действиях и страхах проявляется очень мощно. Говорить о деньгах стыдно. Деньги это, я же, как любовь и деньги, это вообще, это уже проституция, да, любовь и два слова вместе, это в другой области жизни. Когда есть любовь, мы, я готова на всё, хоть там на льдину или ещё куда-то, за милым, за любимым. Ну, это 25. Да. Потом уже всё меняется. Нет, нет, дольше задерживаемся, дольше, дольше. То есть вот такой вот образ декабристки, да, он тоже очень-очень жив до сих пор. И когда начинается реальная жизнь, то есть когда нужно купить молока, хлеба, забить в холодильник, да, на неделю, потому что времени нет, то встаёт вопрос, а как об этом говорить. Я же даже не говорю про всякие там процедуры или как вот, чтобы там красоту женщины. Ну да, красоту поддерживать. Да, это уже другой вопрос, потому что люди сталкиваются с самыми простыми вопросами. И если каждый из них не поговорил о том, а как жить-то будем, да, вот ты работаешь, я работаю, как в твоей семье принято, как бы я хотела, как в моей семье было принято. А если не совпадение? Договариваться либо расставаться. Потому что иначе... Деньги могут стать реальной причиной для того, чтобы был проблемный союз. И почему именно деньги? Не потому что это тугрики, на которые что-то покупается. Потому что через деньги твоё отношение к другому. Почему так важно, что мужчина щедрый? Потому что он меня любит, да? Почему важно, что женщина капризна? Потому что она очаровательна через это. То есть через деньги передаётся твоя ценность? В некотором роде. В некотором роде и ценность. В некотором роде, безусловно, да, естественно. Через деньги передаётся отношение. И ведь как бы мы ни говорили, или мне ничего, сейчас у девочек молодых такая тенденция, я, честно говоря, Рублевка всех напугала в свое время очень сильно, то сейчас тенденция такая, мне не надо, чтобы он зарабатывал, я сама все могу, лишь бы любил. Вот вопрос, что в процессе, когда он любит, это он делает что? Это он как? Это что значит? Как он проявляет это все? Да, вот он любит, это он что? Вот проявляет как? Заботится, говорит что-то. Вот он говорит, и говорит, и говорит, а на 12-часовой рабочий день все ждет, когда он начнет опять говорить и так далее. Елена, а далеко, чтобы не уходить, Мария спрашивает, как корректно сформулировать вопрос бюджета, если отношения только начинаются? Вот как корректно это? А нужно ли корректно? Ну, то есть, может быть, нужно прямо? Вы чувствуете, корректно, такое впечатление, что мы говорим о проказе, о которой надо сообщить, и очень корректно. А почему корректно? Что значит корректно? Деньги называть листочками, я не знаю, там, не называть их своим именем, не называть цифры, суммы и так далее. Сколько листочков ты сегодня дашь, мне дорогой? Сколько листочков, чтобы слово деньги. Здесь корректность, в общем-то, наверное, все наши разговоры должны быть более-менее корректными друг с другом, а здесь, наверное, речь может идти о том, что да, дорогой, давай поговорим на эту тему, это важная жизненная тема. И если мы все время ходим по облакам, а потом решили жить вместе, то мы свалимся с этих облаков. А почему вообще деньги так табуированы? Ну вот разговоры они. То есть мне не совсем понятно, потому что ничего в этом такого, чтобы прямо зажать эту тайну, нет. Да, да. Особенно если вы с человеком в доверительных отношениях. Я же все про свое, про психоаналитическое, да, а господин Фройд, он деньги и секс идентифицировал. Это одно и то же в системе координат психоанализа. Потому что то и другое – это энергия, то и другое требует больших затрат, то и другое приносит удовольствие. И еще деньги, они же не только межличностные, они еще и социально важны. То есть к какому слою пирога ты относишься? Вот это был тоже один из моих вопросов, потому что если люди из разных социальных слоев, вот здесь возникает, мне кажется, еще больше проблем, чем когда вы из одного. И, соответственно, ну, допустим, мужчина, да неважно, мужчина или женщина, кто ты, сильно богат и сильно более обеспечен, чем другой человек. Прилично девушке, например, спрашивать у мужчины, сколько у нас денег в семье? Конечно. Если это семья – да. Потому что если она продолжает сидеть на пианино в виде куклы и глазками поводить, то это не семья. Это содержание, да. Это значит, что человек не интересует, как семья будет жить. Абсолютно. Она закрывает глаза и говорит, ах, деньги, фу, ну, хочу платить. Вот в этом есть пренебрежение. Потом деньги – это всегда эквивалент труда. Вот как бы ни говорили, да, даже если человек ограбил банк, он здорово потрудился. Это не так просто, еще как потрудился. Это всегда эквивалент труда. И когда мы говорим фи деньгам, что это ужасно, деньги – это грязь. Я встречаю на тренингах установки, деньги человека портят. Я, в общем-то, встречаю, к счастью, только установки деньги-бумага. Деньги-бумага, да. Вот это более легкая установка. Деньги требуют уважения, потому что через деньги мы уважаем труд другого человека, мы уважаем собственный труд, мы уважаем собственные вложения. В конце концов, то, что мы тратим на работу, это наша жизнь. Понятно, что ее ничем скомпенсировать нельзя, если работа нелюбимая. Но когда за эту нелюбимую работу платят, ну, очень хорошие деньги, то это здорово же примеряет в действительности. Можно потерпеть, конечно. Можно потерпеть, безусловно. Это зависит от ситуации, в которой ты находишься. Дорогой терпи. Примерно так, наверное, это выглядит. Так, ну, а вообще, ну, вот содержанкой быть, это зазорно? Ой, я человек не очень моральный, поэтому мне сложно. Почему общество порицает такую модель существования? Завидует? Завидует. Ну, вообще, по большому счету, это опасно. Это не столько... Я не могу в этих категориях, да, стыдно-не стыдно, но это опасно. То есть это просто ты не принадлежишь себе? Во-первых, ты полностью отдаешь всю ответственность за свою жизнь в руки другого человека. Даже если он, ангел, сошедший с небес, и все людям ничего себе, но, в конце концов, все под Богом ходим. И если ты долгое время не способна заработать себе на кусок хлеба и стакан молока, то при любых жизненных обстоятельствах ты очень быстро идешь ко дну. Потом, правда, есть женщины, и их много, которые отталкиваются от дна, да, и поднимаются вверх, но это катастрофично, потому что, как тот, у кого-то хватит сил начать там в 40 лет получать профессию, хоть какую-то и двигаться, да, по жизни, а у кого-то этих сил не хватит, это будет просто совершенно раздавленный, да, человек. А поскольку в нашей жизни ничто нигде не гарантировано, то о деньгах надо говорить очень серьезно, на мой взгляд. Мы продолжим этот разговор через несколько минут. Плюс 7903-797-6333. Сюда любые ваши вопросы. Звоните 730-101-495, Кот Москвы, если какие-то финансовые трудности у вас в семье в плане разговоров друг с другом или существования. Так, ну что, говорим про деньги и семейный бюджет. А вообще бывает ли, Лен, когда бюджет полностью совместный? Какие вот ситуации приходят рассказывать? Ну, собственно говоря, это традиция, которая тоже досталась нам из прежних времен. И к ней люди по-разному относятся. Наверное, когда мы вообще говорим, закатывая глаза, хочу партнерства, но так, чтобы твое это мое и мое это твое, и мое это мое, да, то получается, что речь вообще не про партнерство. Речь про, чтобы было удобно, да, одному человеку, а второй это все обеспечивал. Вот партнерство предполагает общий бюджет, партнерство предполагает открытый разговор о своих нуждах, ну, включая шпильки там и прочие радости, да, ну, я условно так называю. Да. Но почему-то у нас принято скрывать от мужа. А от джуны не скрывают, что ли? Заначки-то по всему дому. Скрывать что-то расстроится? Или это странно? Скрывать, да, 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 скрывать, покупку туфель, уменьшать, цены. Так потому что, если мужчина узнает, сколько стоят туфли, он никогда больше не даст тебе денег на другие. Вот у меня вопрос, тогда как мы в дальний плаванец собрались? Все, так и будем ныкать по шкафам, да, это все? Получается какая-то печальная история. Ни о каком партнерстве здесь речи нет. Мой сундук туда спрячу, в какой-то момент доставлю, скажу, что купила на распродаже за три копейки. А вот зачем? Если до такой степени, это вопрос доверия, да, деньги это вопрос доверия. Вообще деньги удивительные в этом плане вещь. Люди договорились, что это важно, и через деньги решаются очень многие проблемы. Вообще деньги очень много дезинфицируют, на мой взгляд, да? Они действительно обладают таким замечательным свойством. Они разрешают многие конфликты. Многие даже моральные муки мучные они тоже могут разрешить. Ну, например, вы там хотите что-то сделали, случайно, нехороший человек, вы делаете ему подарок от души, ну, который стоит денег, да? Вы не салфеточку вышиваете крестиком, а вот что-то такое значимое для вас, и вы понимаете, вам легче становится, потому что вы как бы искупили свою вину перед этим человеком и так далее. То есть деньги – великая штука. Но почему же мы все время друг к другу пытаемся что-нибудь наврать по этому поводу? А это как раз советская традиция, потому что была вот та самая знаменитая заначка, да? Вообще подумайте, насколько это унизительно. Я себе там три рубли, да, спрячу, а жена мне на завтрак выдает. Вот как вы себе представляете современного мужчину, который, безусловно, ваш обязательно должен быть победителем, то есть он должен работать. А какой вообще современный мужчина-то? А он так себе вот три рубли прячет куда-нибудь в новый ботинок, который он говорит, что он куплен за три копейки. Это чудовищно, правда же? Это ни в какие ворота не лезет. У нас есть сообщение разумное. Если мужчина, прости, который зовут Виктор Набытов, и начнет говорить, что всем женщинам нужны только деньги, и выкачивать они их должны круглосуточно, я вот вас уверяю, сейчас придет. Так, что там? Ильдар из Казани. Доброе утро. Живем 9 лет, 4 в браке, доходы равные, оба юриста недавно заключили брачный контракт. Учитесь, россияне. Это, кстати, тоже момент, когда вот, например, заключение брачного договора, да, очень на него реагируют женщины плохо. Конечно. Сразу же начинается истерика. Истерика? Конечно. Значит, он меня не любит. Вот у нас, понимаете, вот в головах вот это странное противопоставление. Хорошо, пока у вас конфетно-цветочный, букетный, радуйтесь чему угодно. Но если вы принимаете такое серьезное решение, жить под одной крышей, это серьезно, это как в космос выходить с партнером, да, неизвестно, что будет по дороге. И вдруг контракт, значит, ты меня не любишь, вот каким образом это укладывается в одну единственную концепцию, совершенно непонятно. Да, мы будем делать вид, да, проходит лет 15, что-то с отношениями не так, и кто-нибудь обязательно говорит, слушай, а у тебя хоть что-нибудь есть на тебе-то? А вот ты как, с чемоданом сразу на вокзал? Нет человека. Так, Елена Новоселова, психолог, судья Серебряного Дождя, и тема продолжим уже с Виктором Набытовым через несколько минут. Китикарский шалом, дорогие друзья. Это хорошо, когда у тебя такие замечательные коллеги. Вот и где они? Что они делают? Мариш, привет. Где Новоселова? Где Титова? Можно я покричу им в курилку? Новоселов, вернитесь назад! Вот смотри, вот смотри. А вы хотите, чтобы мы еще в отношениях деньги им доверяли? Потам и кровью заработали? Заработан и я, и мужиков имею в виду. Стыдоба какая? Вы с перекура не успеваете вовремя вернуться. Кошмар какой. Мне пришлось вас сдать нашим заговорам. Доброе утро. Доброе утро, товарищи. Что вы обсуждали? Расскажите мне в бустолгой. Это женские штучки. Это женские штучки. Да, понятно. Вот, кстати, какая удобная. А вот нам что, когда надо отмазаться, что говорить? Какая у нас будет универсальная фраза? Мужские штуки. Вы о чем-то говорите? Мужские штуки. Про мужские штуки нормальные мужики уже не говорят, ты понимаешь, после 30-ти чего им и мерятся, в конце концов, тем мужскими штуками. Ты знаешь, я с тобой не согласна. Да? Мне кажется, они больше всего об этом и говорят. Серьезно? Нет, это тебе кажется. А чем они меньше этого делают, тем больше они об этом говорят. Про свою штуку. Да. Поэтому ты вот эту штуку-то не трожь. Это важная часть нашей жизни. Вы разные штуки сейчас имеете в виду просто. Да нет, одну штуку они имеют. Да-да. Это важная часть. Это важная часть. Собственно, в жизни мужчины не так много важных штук. Я пыталась разнообразить. Доброе утро, друзья. Это девичье царство. Сегодня Елена Новоселова по-прежнему вместе с нами. Мария Армас нажимает на какие-то кнопочки. Анна Сергеевна Титова не хочет уходить. А нет, тебе что больше интересно, мужчины или деньги? А можно совместить? А вот это, пожалуйста, друзья, если есть мужчины с деньгами, наша аудитория Анна Сергеевна готова с удовольствием рассмотреть разные варианты коллаборации. Дорогой мой, деньги же решают проблему с мужчиной. Задумался человек. Серьезно? Конечно. Ты знаешь, что ты имеешь в виду? Да почти все. Ну почти все. Например, мужчина. А вот давайте спросим наших слушателей, да? Вот что такое для вас мужчина? Мужчина. Он зачем нужен? Какого мужчину... Он зачем нужен или что такое? Вы определитесь с вопросом, что вы хотите. Нет, давайте-ка, зачем вам нужен и какой мужчина. Зачем вам нужен мужик? Вот давайте три пункта самых главных для вас. Я согласен. Что такое для вас... Зачем вам нужен мужчина? Чтобы стакан воды в старости быть? Да, ну да и хотя бы один. Да и без разницы. Можно несколько, можно один. Зачем вам мужик? А давайте телефонный звонок сразу возьмем. Давайте. Доброе утро. Ой, сделайте, пожалуйста. А будут звонить одни мужики причем? Нет. Здравствуйте. Я вас звонила. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно безнабытов в этот раз, пожалуйста? Нет, нельзя. Ни в коем случае. Да вы что? Это украшение нашего мира. Елена, у меня такой вопрос. Мне стыдно просить деньги, либо какую-то помощь от мужчины. Я вот всю жизнь сама все делаю. Да. Ну, квартиру там заработала, машину. Я сама вот ну все. И когда у меня появляется мужчина, ну, как правило, они действительно с деньгами. Ну, я, в принципе, могу все сама, но я хочу, чтобы как-то вот участвовал он в этом всем, да? Вот в каком-то быту моем. А он не догадывается. А они бестолковые, понимаете? Они не понимают, что ты как бы хочешь, чтобы он догадался. Почему я должна об этом говорить, что я там... Вот смотрите, здесь два момента. Первое. Я хочу, чтобы он в этой жизни не работает. Да? Давайте говорить, я хочу, чтобы я. Я хочу что? Я хочу, чтобы за мной ухаживали. Я хочу подарков. Я хочу внимания бытового к моим нуждам. Значит, если я этого хочу, то, наверное, я об этом должна сказать. Он же не догадывается, да, об этом, обо всем. Во-вторых, забудьте, что у мужчины есть рентген во лбу, и его мама прям с ранних лет только и учила, что прислушиваться к женским желаниям. Мама его учила достигать. Мама его учила совсем другим вещам. А догадываться, что хочет женщина, он может только по великой русской литературе. Поэтому не пройдет эта история. И такое недоверие, да, недоверие к мужчине, я не могу ему сказать, я не могу у него попросить. И вы лишаете мужчину возможности почувствовать себя таким, знаете, на коне скачущим рыцарем, способным победить любого дракона. Потому что мы не даем мужчинам практически поле для деятельности. Вот это вот я сама, мы у них отбираем эту возможность проявить свои лучшие качества, если они хотят их проявить. Отбираем, Виктор? Отбираем. Виктор, отбираем или нет? Отбираем, отбираем, молчит. Вот замолчала, значит, мы что-то правильное говорим. Вот, поэтому, как говорить? Вот так и говорить, ты знаешь, мне бы очень хотелось вот эту пупочку. Неважно что, купить ей пупочку, было такое выражение в 90-х, да, чтобы она не плакала. И таким образом вы действительно начинаете мужчине позволять что-то для вас доброе, хорошее сделать. Смотрите, что пишут женщины. Зачем нужен мужчина? Делаю ремонт, нужен мужчина, чтобы оторвать плинтус и снять старые наличники. В остальном все хорошо. Следующее сообщение. Мужчина нужен, чтобы колеса в сборе таскались. Для физических работ, мы поняли. Да, Анна Сергеевна, для физических работ, пишут наши слушатели. Так, мужчине Анна из Екатеринбурга пишет, мне нужен мужчина для того, чтобы была другая точка зрения. Отлично, а ты говоришь, деньги не все решают. С колесами, с плинтусами, со всеми остальными вещами деньги, очень много чего решают. А ты чего пришел? Работать ты не будешь? Нет. Будешь молчать? Я хочу, моя задача удовлетворять потребности наших радиослушателей, радиослушницы. Я удовлетворил девушку молчанием, например. Я по-разному это умею делать, но тем не менее понял, что, видимо, уже новый этап жизни наступил. Все нормально. Когда ты молчишь, у меня сердце падает. Вот видите, как нет гармонии у нас в женской аудитории. Я уж не знаю, кого из вас удовлетворить. С молчанием или разговором. Зачем звучит хорошо. Виктор Кириллович, зачем ты решил всех сразу удовлетворить? Не знаю, потому что я сердобольный человек. Я, насколько понял, что в нашем абсолютно деградировавшем во всех смыслах обществе и в обществе абсолютно деградирующей женской морали, от чего девушки сами страдают, к мужчине относятся исключительно утилитарно. Утилитарно. Абсолютно утилитарно. Дай бабок, ты все должен. Это что? Абсолютно не жизнеспособно. Самая страшная мужская проблема – это соответствовать непонятно какому запросу. И женских запросов. А во-вторых, послушайте, насколько утилитарно. Абсолютно. Я это встречал еще много раз за 40. Ну, это просто человек мечется уже, он не знаю, у него еще начинают биохимические процессы в организме этих частных девчонок происходить, они вообще не понимают. Мужчине отказывается в чувствах, мужчине отказывается в переживаниях, мужчине отказывается в том, что он полноценная, целостная личность. Вот это все очень часто не берется в расчет. Мужчина такой картонный, который должен выполнять определенные функции. И если он их выполняет хорошо, и родственники довольны, то значит, у меня хороший мужчина. Но плентуса – это уже как вишенка. Вот обратите внимание. Но мы же только что говорили немножко о другом, что уже в современном обществе, ну, по крайней мере, молодежь относится иначе. Нет, нет, нет. И вы говорили о том, что уже и пусть он не работает, лишь бы… Это иллюзия. Я тебя умоляю, это после 20-ти это попривет просто пышным цветом. Женская тенденция – я хорошая. Я не какая-то там меркантильная. Пусть он обо мне не думает так. Тогда первые шубы. А тогда у меня вопрос, а почему вообще эта тема возникает? Если я, да, таков, такова, то почему я так боюсь, что меня заподозрят в другом? Да, и поэтому я изо всех сил стараюсь избегать денежных тем, избегать всяких… Это тоже игра определенная. 731, наш телефон в московской студии. И мы с очарательным психологом, главным борцом за права мужчин, нормальным человеком, единственным в этой аудитории, Ириной Новоселовой, и двумя примкнувшими к нам несознательными дамами, обсуждаем сегодня ключевой вопрос. Зачем вам мужчины в этой жизни? И как мужчина связан… Да, зачем вам мужчина? Доброе утро. Да, 731, наш телефон. Алло, вам мимо. Мне нужен… Вы понимаете, что вот Катерина из Перми? Мужчина нужен, чтобы обо мне заботиться. А кто вы, Екатерина, чтобы о вас заботиться? А что, а мы о себе? Мы о себе хотим заботиться. Вообще, мужчина тоже человек. Спасибо. И, в общем-то, чтобы он заботился, нужно, наверное, подумать о том, каким образом я могу позаботиться о нём. И иметь это желание, этой самой заботы. Потому что, получается, мы хотим вообще абстрактного мужчину. Вот, чтобы заботился. А какой там будет заботливый, кто он, что он, каким образом. Вот я это получу, ну, я это получу какое-то время, 5 раз, 10, 20, 30. На этом всё закончится. Потому что не бывает без обмена. Вот Румья из Саратова, например, она конкретизирует. У неё есть свой виш-лист. Она, наверное, пишет его на бумажке и сжигает перед Новым годом, съедает его, запивая бокальчиком шампанское. Вот и позаботилась. Да, мне мужчина нужен для секса ходить с ним в кинотеатры, путешествовать, обсуждать какие-то вещи. Наталья пишет, что ей мужчина нужен для того, чтобы она о нём заботилась. А вот это уже конкретнее. Вот это уже и правильнее. Мне вообще кажется, Витя, что ты перегибаешь. А вообще, посмотрите. Я даже с Румиёй не успел закончить. Смотрите, как интересно. Секунду, давайте с Румиёй закончим. Да, давайте. Потому что она, в общем, мне кажется, обобщила значительную часть наших сегодняшних ответов в одном своём. Путешествовать, значит, секс, кинотеатры, путешествовать, обсуждать какие-то вещи, видимо, не о туфлях идёт и автомобилях речь. Да, важные для неё, да. Число Грэма. Да, например. Подготовились, кстати, я хотел спросить с прошлого эфира. Ты дочитаешь сообщение? Окей, хорошо. Вместе ужинать, обнимать и целовать его. Вот, кстати. Вам не кажется, что вот вся эта риторика, она абсолютно мужская? Это мужчина всегда хотел себе, да, очаровательную женщину, с которой ходить, куда-то выходить в свет, чтобы ею гордиться, путешествовать с ней, чтобы с ней можно было поболтать, да, чтобы целовать её и обнимать, и испытывать сексуальные чувства к ней. То есть это вообще не мужская роль. Вот мать своих детей, тогда мы уже говорим немножко о других отношениях. Здесь не прозвучало отец моего ребёнка. Здесь не прозвучало. Вот, то есть вот сам запрос, я с этим сталкиваюсь почти каждый день. Вот запрос на мужчину, как на хорошую подружку для времяпрепровождения. И таким образом убивается в мужчине его самое главное бойцовское свойство. А потом мы говорим, как мир стал блеклым, неинтересным и так далее. Ну, мне кажется, Румия как раз пыталась показать, что ей нужен друг и партнёр. Вот этого нету, там есть в кино сходить. Вот друг и партнёр, это не поболтать, хоть я числе Грэма, о чём угодно. Это мужчина вообще не по поводу поболтать. Мужчина по поводу сделать. Ну, ладно. Ну, всё-таки по поводу сделать. Знаю я одного очень хорошо, который в основном про поболтать. Но ведь это же нормально, когда женщина хочет, чтобы мужчина о ней заботился. И нормально, когда мужчина хочет, чтобы женщина о нём заботилась. Вот тогда может быть, да, формулирую, вот всё, что выскакивает, это то, что есть в сознании, да. И если женщина говорит, я хочу, чтобы она обо мне заботилась, и я буду рада заботиться о нём, всё окей. Но когда эта вторая часть отсутствует, то таким образом получается, что ей нужен, наверное, какой-то родитель. Ей нужен человек, без которого ей трудно жить, потому что ей нужно дополучить что-то. Дополучить. А вовсе не для того, чтобы выстраивать танго, не спляшешь таким образом. А что, неполноценные, что ли, в конце концов? Чём тебе дополучить-то надо что-то от нас? А чё ругаешься-то сразу? Ну, я просто спрашиваю. Вот, наконец-то, Роман из Перми, наши постоянные слушатели. Хоть он не мужскую точку зрения. Вот как мужчины представляют, для чего они сами нужны, да. А мужчины хотят, чтобы их использовать для секса по большей части, а не как машинку для зарабатывания денег. А мне кажется, что мужчины ещё и обижаются, когда их используешь только для секса. Да. Слушайте, да, как правило, от вас это только разговоры. Да ладно. Разговоры. Да мы уж подумать, мой. Мы возмущены все втроём. Разговоры. У нас кружавчики дыбом стали от таких разговоров. Вы про секс только после сорока начинаете думать. А то есть вас уже это не устраивает. А мы после сорока всё меньше об этом думаем, скажу вам честно. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Алло. Здравствуйте, прошу вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот прислушиваюсь к вашей дискуссии. Ну, наверное, может быть, у меня немного иной взгляд. Так. Ну, для меня мужчина это в первую очередь отец моего ребёнка. Вот. И в первую очередь это замечательный папа, которым не страшно освободить дочи. И, ну, конечно, денег я зарабатываю, ну, наверное, раза в четыре больше, чем супруг. Ну, зато я очень рада, что когда я на работе, он может, в принципе, всё хозяйство и заботу о детях взять на себя. Ну, это же тоже важно. Получается просто смена роли. Ты усатый нянь. Это, конечно, важно. Кто бы ссорил. Записал. А муж себя при этом хорошо чувствует? Да, потому что мы живём не в городе, мы живём в сельской местности. И домашняя работа – это тяжёлый физический труд. И этот тяжёлый физический труд он взял на себя. Прекрасно вы договорились. Прекрасно вы нашли каждую для себя удобную, удобную для друга. И, кстати, позиция, с точки зрения мужчин, ещё не свойственная, там, лет 20 осуждаемая в патриархальном, так сказать, обществе. Когда очевидно, что патриархальная модель просто не в состоянии работать в нашем государстве, которая держится на девушках, радует, что, честно, ну, вот ещё пройдёт лет 10, если это будет абсолютно нормально, что женщина зарабатывает бабки, мужчина сидит дома, там, прибьёт, не значит, что он не может прибить гвоздь и так далее, он, да, да, смена ролей, гибкость. Ну, смена ролей колоссальная происходит. Да, если ему в кайф, пожалуйста. Да, и если они при этом рады друг другу и рады тому, что они делают вместе по жизни, это замечательно. Вот знаете, что, кстати, хорошо напишет нам Ренат, очень здорово он сформулировал, и у мужчин и у женщин абсолютно потребительское отношение друг к другу. Уберите секс из отношений, вы поймёте, что около 90% девушек нечего предложить в отношениях. Как я не люблю это слово «отношения». Я тоже утерпеться. Давайте строить отношения. Да, у нас отношения... Относиться можно к чему-либо. У меня хорошее отношение к кандидату Зеленскому. Хорошо, а... Плохое отношение к Мерседесу. Как ты это называешь? Ну, если не отношения, то что это? Построй свою любовь. Подкинь дровишек в костюм. Нет, я без слова раздражаю. А это очень новое, как мы говорили раньше, не было такого слова «отношения». Не было, не было. Не было этого слова. Так вот, что пишет Ренат. Как вы это называете? А, момент. Елена, уберите секс из отношений, вы поймете, что около 90% девушек нечего предложить в союзе. Я абсолютно согласна. Уберите деньги из отношений, и около 90% девушек не увидят смысла в этих отношениях. Да, да, да. Ну, 90% уж не знаю, но по крайней мере. Да, мне кажется, что процент завышен. Секс и деньги – это одно и то же. По отношению человека оба табуизированы, да? Табуированы. Да. Оба требуют энергии, оба пункта, я не знаю, оба позиции, оба аспекта. Требуют энергии. И оба этих аспекта приносят удовольствие. Поэтому это очень, вы знаете, можно даже понаблюдать. Вот те люди, которые каким-то образом относятся к деньгам легко или тяжело, или жадничают, или наоборот очень щедры. Вот, как правило, и в сексе они ведут себя точно так же в интимной жизни. Если человек щедрый, скорее всего, с ним будет упоительный секс. Да, это будет щедрость отдавания. Он дарит секса по утрам, король оранжевое лето. Ну, не знаю, не знаю, Зелена, я вас это слышу. Заносить с такими ребятами легко. Нет, а компенсация может быть же ведь? В смысле чего-чем? Ну, когда деньгами компенсируют все остальное. Титола. И тогда просто я пытаюсь понять, я понимаю, что связь как... Нет, компенсации все опросматриваются. Это вряд ли можно все компенсировать деньгами, потому что хоть деньги очень энергетическая штука, но они лишены эмоционального накала, да, именно эмоционального. А человеку всегда нужны эмоции, он не может жить рационально. Вот невозможно, там, я не знаю, определенной суммой сказать, ну, я же тебе ее дала или дал, поэтому ты видишь, я тебя люблю. Чего пристаешь, да? А ты вспомни вот мои подарки. Мне кажется, мужчины очень часто так делают. А потому что они отвечают на женский запрос. Мужчина всегда отвечает на женский запрос. Мужчина очень зависим от женщины. Но, к сожалению, запросы формулируются настолько в наше время нечетко, непонятно и неясно вообще, что женщина хочет. Поэтому мужчины действительно теряются, и мужчины выглядят вот в этой ситуации довольно печально, да, потому что он не понимает, что хочет женщина. Просто в нашей дискуссии женщина превратилась в какое-то чудовище. Ну, на самом деле это так. Нет, женщина, это не так. Это так. Это абсолютно верно, Титова. Я буду с тобой спорить. Только принеси, только купи, последние жилы из нас тянут. Это ты сейчас от женского лица говоришь? Подай, принеси. Да вы на всем готовом жируете. Вот мне пишут. Вот, спасибо, условно Александр пишет. Он, условно Александр. Но многие увидят эту свою историю, эту правду жизни. Трешак. Смотрите, получаю 100. Ну, условно. Да. Условно сатэн. Жена в декрете с первым уже 5 лет торчит дома. Садик есть. Дома посуда не мыта, не убрана, не стирана, не приготовлена. Отдаю 70 тысяч. Но ты выбираешь какие-то странные вот сообщения. Подруг подруг, я одно с другим читаю. Свою 30 трачу на что? На бензин, чтобы ездить на работу, где он зарабатывает 100. Купить еду по вечерам и все счета. Свои 70 жена тратит за неделю и говорит, что нужно больше. Увеличили зарплату. Делал заначку. Нашла, выгнала из дома за то, что прячу деньги. Заначку делал ей на шубу при этом, он пишет. Выгнали из дома, точнее из квартиры в 37 метров. Мой дом под 800 квадратов, который я, правда, теперь не знаю, как содержать. Как научить ее включать мозги, спрашивает. Нормальный, рациональный человек. Который делал заначку на шубу. Вообще какие-то очень странные отношения, да, и непонятно, что люди вообще вместе делают. Если вот это все так бурно проистекает с заначками. Включайте мозг, Александр. Да, 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 надо все-таки, наверное, разобраться, ответить себе на вопрос, что я хочу. Я прочитаю тебе другое сообщение от слушательницы, которая находится в декрете, и муж деньгами манипулирует ей, потому что дает мало, требует столько-то, и, соответственно, много детей, времени нет, они друг за другом идут. Вот такая история. Деньги – это очень хороший способ, хороший в кавычках, да? Для манипуляции. Для манипуляции. Великолепно, потому что деньги – это базовая штука, это не тугрики, это биологическая масса, да, и сколько у тебя… Энергетическая. Энергетическая. И биологическая, да, потому что ты не выживешь, особенно в мегаполисе, если у тебя на стакан воды денег нет, у тебя нет ни колодца, ни ручья, да, ну, я уж не говорю про все остальное. Вот, поэтому это очень хороший повод для манипуляции. Вот, и на самом деле одно из требований мужчин, мы просто разные ситуации рассматриваем, да, если я тебя содержу, то будь любезна полностью соответствовать моим хотелкам. Это разумно. Я хочу иметь то за свои бабки, что я хочу иметь. Вот, ты понимаешь? Нет, а что я должен… Он как-то сейчас говорил, что женщины монстры, вот оно. Секунду, секунду. Нет, если мы берем рациональное… Ты заметил, что ты сказал, я хочу иметь что-то за свои бабки. Это не разумно. Потрясающе, пожалуйста, но без бабла. Каждый сам за себя. Кто, вы что-нибудь поняли? Я ничего не поняла. Я ничего не поняла. То есть вот ты, твоя женщина, рожает ребенка, сидит в декрете. Да не надо меня ребенком, пожалуйста, такому не угрожать, такое ощущение. Это замечательно, рожает… Он такой же ребенок, боль, как и ее. Но мы сейчас рассматриваем сообщение, слушайте. Половина, половина. Я не могу… Мы не можем выносить детей. Ведь, кроме… Вот если бы вы сейчас дали нам возможность биологическую… А такая она наступит скоро. Да мы бы обрадовались, если бы она у вас… Да мы были бы счастливы, чтобы одни от нас от… Мы своего, не вас. Вы-то кто вообще? Вы же что за большевик, там залез на броневик. Завтра другой, 35 отцов, у вас еще будет 35 детей. Солнце мое, солнце мое. Конечно, ребенок общий. Ну просто женщина беспомощна. До трех лет ребенка, она абсолютно привязана к… Есть женщина. Я не говорю, есть женщина. Сыдил, я покормил. В порядке, вперед. Все, смесь из трех месяцев. Ничего страшного. Ребята, мне уже все, время ушло. Девочки, за ребенком спрятаться не получится. Не получится. Да не надо прятаться. Ты выживи сначала первые полтора года, когда у тебя кормежка каждые два часа. Слушайте, не надо на рождение ребенка пугать только. Да не надо пугать, я тебе просто говорю, насколько это трудно. И как женщине именно в эти моменты нужно… Мы готовы делить с вами ровно 50 на 50. Ночь ты дежуришь, ночь я. Твоя задача только сцени. Виктор, дорогой мой, как хорошо это делить сейчас прямо здесь в студии. А когда это начинается дележка ночью в квартире, это уже выглядит совершенно по-другому. Договаривайтесь на берегу. Продолжим через несколько минут. Так, еще раз доброе утро. Мы решили срочно вернуться к нашей жаркой теме, потому что она вызвала, конечно, шквал. И в ваших сообщениях шквал битвы. Ребята, быстро читай несколько, а потом переходим к звонкам, Лен, с твоего позволения. Ребята, вообще, что вы говорите? И что несете в массы? В массу. В массу. Все начинается с самооценки, моя дорогая Екатерина из Москвы. Умы соотечественников, я бы так сказал. В этом мире и так нет никакого уважения к женщинам. Конечно, и сами виноваты. Не просто здоровых, заботливых, внимательных, ухаживающих мужчин. Просто нет, а так хочется побыть слабой. Да не хочется, вот не хочется побыть слабой. Вот уже начинается с вранья. Вот не хочется, потому что у нас исторически женщины очень сильные. Им сложно быть слабыми, они не умеют этого делать. Этому учиться приходится. Действительно это так? И это не имеет никакого отношения к зарабатыванию денег, мои дорогие. Самое главное, зарабатывание денег – это следствие реализации вас как личности и профессионала. И честно должен вам сказать, что абсолютно наплевать, мужчина вы или женщина. Это вопрос наличия каких-либо у вас интересов, кроме заботы о ребенке и покупки шмоток с сумками и всем остальным. Вот эти штампы, что нет заботящихся мужчин, нет слабых женщин, вернее, женщины хотят быть слабыми. Но вы просто протестируете ситуацию, вот когда он полочку прибивает, да? Вот, ну я не знаю, элементарно что-то делает. Вы разве тут же не создаете комитет по помощи ему, как правильно это сделать? Ведь мгновенно. Это же мгновенно происходит. Еще дают советы, когда мы сидим за рулем. Да, подожди, да. Вот это самое странное, не делайте этого никак. Мужчины тоже дают советы, ты неправильно кормишь. То есть, Саша, например, с Таратова смешное сообщение. «Был при родах, родил бы лучше». Это для вас, Виктор Кириллович. Держись, Виктор, не поддавайся этим меркантильным кю. А ты знаешь, меня вот Ренци очень хорошо отучил. Он, поскольку плохо знал Москву, да, вначале. Это ваш муж. Я объясню, я объясню. У Лены потрясающий муж итальянца. Да какая разница, какой национальности. Девочки, это просто потрясающий итальянский муж, заботливый, веселый, великолепно готовит. Ой-ой-ой-ой-ой. У него потрясающий дом в Италии. Видите, уймись, 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 уймись. Так вот, я по поводу отношений за рулем. И, естественно, когда он садился за руль, я постоянно говорила влево, вправо, сейчас будет светофор. Он припарковал машину. Сказал садись? Нет, нет, он сказал, слушай, а теперь, пожалуйста, ты мне скажи еще, в чем ты мне не доверяешь. Вот весь список, пожалуйста. И после этого у меня даже желание не появлялось. Вот не без скандала, без садись за руль, без истерики. Скажи мне еще, в чем ты мне не доверяешь. Ведь классно, ведь это и есть вот эти маленькие вещи, они и есть доверие к мужчине. Да, доверие друг к другу, и также мужчины к женщине. Но, однако, все равно гендерные распределения, если мужчина водит, ему говорить нельзя. Если женщина за рулем, ее можно найти. Ну, за рулем просто мы к этому как бы прицепились. Нас просят напомнить, о чем разговариваем. Женщины, зачем вам нужен мужчина? Мужчина. И связано ли это с деньгами? Да, доброе утро. Доброе утро. Алло. Прошу вас. Здрасте. Здравствуйте. Еду всю дорогу в машине, наработаю, слушаю вашу программу. И хочется задать вопрос. А как же изначально любовь? Ведь все живое, вся природа устроена, мужское и женское начало. Без этого сама жизнь не получится. А как же любовь? А вы что под любовью имеете в виду? Всю общую любовь, это очень большое понятие. Я замужем 20 лет, у нас двое детей. И, конечно, сейчас у нас нет какой-то там вот... Страсти. Как это было, 19. Но мы рядом друг с дружкой, нам, не побоюсь этого слова, удобно. Нам хорошо. Но параллельно с любовью есть же вопросы денег и так далее, о которых мы говорим сейчас. То есть это не отменяет любви. Вот это все, вот если в голове у человека бардак, и какая-то неверность в себе, начинаются вопросы, начинается дележка. Это все зависит от головы, от самооценки. Если там что-то не в порядке, начинаются разборки. Зачем он мне? Он меньше зарабатывает, или она там посуду не моет. Это все от неустроенности. Это все не столько от неустроенности, а от перегрузок. Спасибо. От перегрузок, от того, что кто-то чувствует себя несчастным, потому что чувствует, что тянет весь воз только на себе, да? А жизнь у каждого одна, и причем она, как вот My Way, она у каждого совершенно... Ее невозможно ни с кем до конца разделить, эту самую дорогу. И если твой партнер не идет с тобой и периодически не тащит твой груз на себя, а ты его, да, то эта дорога обязательно придет к тому, что кто-то сядет на пенек. И вот когда мы говорим, а как же любовь, вот мы под ней имеем в виду все, что угодно, да? Я бы лучше бы говорила о самоуважении, о доверии, о желании друг другу помогать, о том, чтобы мы способствовали росту друг друга, и тогда пара живет достаточно долго и счастливо, чувствуя друг в друге человека. А вот это вот, а как же любовь, а это про что? Это про то, что сю-сю-пусю? Да нет, конечно, после трех лет жизни уже эти сю-сю-пусю и романтические отношения, они просто умирают своей смертью. Там наступает совершенно другой род отношений, который как раз основан на доверии, на уважении, на взаимопомощи и так далее. Но ведь мы согласимся с тем, что страсть должна быть вначале. Сексуальное притяжение. Природа так устроена, иначе мы не плодились бы, да, потому что сам по себе... Но ресурс, ты говоришь, ну понятно, да, обычно там три, ну пять лет. Да, да. Кстати, про плодились. Евгений говорит с ужасом, слушаю вас и не понимаю, где же слово семья. И здесь же Ульяна из Москвы пишет, мужчина нужен для создания семьи. Дальше идет расшифровывка, гармонично дополнять друг другу, женщина рожает, воспитывает, мужчина поддерживает, обеспечивает в этот момент, если говорить в плане гармонии. Да, вот я абсолютно согласна, потому что женщина, родившая ребенка... Согласна, что мужчина нужен для любви, ой, для семьи? Конечно, для семьи мужчина как бы очень даже здорово нужен, да. Это было совсем неплохо, когда семья полная, и когда роли распределены, люди договорились. И особенно женщина, да, она может прекрасно реализовываться в профессии, быть хорошим специалистом, но когда она родила ребенка, мы не знаем реакции организма, мы не знаем, как она себя будет чувствовать. И она достаточно беспомощна в этот период. И вот тогда вот те мужские качества изначальные... Беспомощна, беспомощна, Виктор, беспомощна. Нет, я не вообще, даже у меня слов нет, я тут бессмысленно спорить. Давайте вычленим тогда вот этот год, сложный первый год. Первый год чудовищный, сложный для пары всегда. Окей, хорошо, вот мы вычленили первый год после рождения ребенка, и там плюс-минус у каждого. Да, 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 хорошо. Дальше жизнь, она была до, и она будет после. Ну хорошо, все. А дальше совершенно нормально, когда женщина возвращается к работе. Ну, насколько ей позволяет здоровье ребенка, ее собственное. Да, извините меня, и меня удивляет... Ну, это женский подход, все равно же, ну, Василу уже не переделаешь, она все равно женщина. Вот так. Она где-то, она меня любит, со мной соглашается. Она понимает, что я прав, конечно, глобально, как тонкий психолог, но... Ну что, мне... С таким диктином со тяжелым. Ну, что не в этом, короче. Сначала надо оскорбить, а потом сказать, как тонкий психолог. То есть, извините меня... Ты же психолог, я могу убить. То есть, подожди секундочку. Девочки, обложенные нянями, еще, так сказать, бабушками и дедушками, которые тоже помогают, если вам это надо, там, и так далее. Еще мужик вкалывает, там, траля-ля, все тебе приносит. Ну, почему ты идеальную картинку ты рисуешь? Да, сложно, секунду, секунду, секунду. Ну, тут бесконечная, конечно, я рисую тебя. А что, мужик из-за мига? А с 10 лет ребенку вырастает, и мужику его тянуть, между прочим. Помогать ему, там, оплачивать учебу, проталкивать на работу. Подожди, мы сейчас не об этом говорим. Мы вообще сейчас не об этом говорим, да? И почему только мужику? Ты так, глаза-то открой и посмотри, что на свете-то творится. Очень часто именно это и делает женщина, да? А за мужиком носятся, я не знаю, как эти люди называются, а судебные приставы, чтобы он 5 тысяч, наконец-то, заплатил ей. Вот реальность, она совсем другая. Где ты это видишь, эти сказочные, их, они есть, но их, согласись, достаточно мало. Лена, мужчины страдают в нашем ватсапе. То, что они пишут, это уже... Пиши, пиши, давай. Ну, например, это самое обычное женское вранье, что дети адский трудный труд. У меня с женой трое детей, я сотни раз менял памперсы, грел по ночам молоко, исполнял все необходимые действия, при этом работаю только я, но меня кормят пельменями, просто ленивая моя жена, да и все. Вот такие вот... Вот и молодец, вот и правда. Ну что я могу на это? Вот и правда. Вы меня третируете, что я дилетант, дескать, никого не вырекает. Да у меня племяннику вон два месяца. И что? Я брата вырастил, вы знаете, сколько он гадил? Это ваши личные... Вы тут девочки плачете, обалдели вообще. У вас памперсы вон в любом магазине, а я пеленки кипятил в жбат в 12 лет. С 12 лет меня уже насиловали. А пеленки зачем в 12? Потому что мне в 12 было, ему было ноль. Понятно. Так давайте все-таки вернемся и сформулируем, о чем мы сейчас. Ну, природа устроила так, что женщины рожают, но никуда мы от этого походиться не можем. Да хватит уже, ну все, хорошо, все, вот все. Виктор, вот ты что хочешь мне говори, но женщина родившая, она находится в совершенно особом состоянии. У нее может быть послеродовая депрессия. У нее организм возвращается в норму только через год. У нее огромная перестройка всего, что происходит. Это очень серьезная история. Вот не надо про бабу на меже, которая рожала и ничего. Вот не надо про это. У нас каждые 10 лет перестройка. И гормональный, у нас кризис каждые 10 лет. У мужчин вон в 30 лет. У вас кризис каждые 10 лет. Да, согласись. Женщины дважды, это первое, это рождение ребенка первого причем. Со вторыми, как правило, и последующими проще. Проще, да. Да, значительно проще. Вот. А второе, это, извините меня, климактерическая пауза, когда вот действительно серьезная идет. Это уже там в более старшем возрасте. Ты знаешь, у женщины сейчас начинают повторять мужские кризисы. У них и в 30 начинают возникать. Ну ладно, это мы уже про другое. Слава Богу, кризис нас объединит, друзья. Так все-таки, да, вот когда мы же начали вообще с бюджета, с семьи и так далее. Вот на мой взгляд, семья определяется. Насколько люди смогли договориться. Базовые вещи, да, это как мы живем, правила нашей жизни и бюджет. Это важная история, да. Когда они честно, об этом поговорили еще до того, как создавать семью. Потому что потом начинаются проблемы. Точно так же, когда они честно друг другу рассказали, как им друг с другом, там, я не знаю, любятся, да, как им хорошо друг с другом или нет. Честно сказали. И тогда им легче эти нюансы переживать какие-то, да, не скрипя зубы, потому что это семья, надо терпеть. Это изнасилование, это ужасно. В ту и другую сторону. И когда они оба, ведь слово «супруги» обозначает двух валов, которые тянут по меже плуг. Вот они супружины. А если четверо в упряжке? Это как? Как-то ты меня прям пристукнул. А вот подумайте. Как это четверо? А четверо в упряжке, это что? Ну вдруг четыре вала в упряжке. Вы про что? Большая семья. Такая шведская. Не думали? Ну раз, ну да. Подожди, ты хочешь сказать, что... Ну если они все тянут в одну сторону, и ради бога, в конце концов. Так проще выжить, поэтому давайте... Я просто спросил, как это... В упряжке четыре человека. Группа супругов. Да, группа супругов. Я не знаю. Вот пошла группа супругов. У нас такая аналогия, я просто... Давайте послушаем, слушатели. Доброе утро. Доброе утро, дамы ведущие. Доброе утро. Меня зовут Светлана. Я хотела бы сказать, что, на мой взгляд, речь о современной семье, цивилизованной, она должна быть как о партнерских, негативных, да, соглашительных каких-то процедурах. Это касается как бюджета, это касается равных обязанностей по дому в отношении детей, в отношении того, кто сегодня сядет за руль, кто кого повезет. То есть это возможность разговора, прямого диалога. Если я работаю на равность с супругом, также весь день нахожусь на работе, то и обязанности по дому тоже должны нестись в равной степени, в том числе и им. Да, поэтому это возникает сложность, когда у людей, наверное, нет диалога, когда они боятся разговаривать друг с другом, опасаясь, что могут друг друга этим задеть или обидеть. Это касается и денег, и немытой посуды, и возможности перекуса вечером, потому что просто нет сил приготовить что-то, да, и порадовать своих родных. Но есть возможность заказать пиццу и как бы попросить таким образом, ну, прощения, да, так сказать. Извините, я сегодня устала, я просто не могу больше приготовить. Поэтому любая проблема в семье, она решается только путем диалога. Если диалога нет, то, наверное, людям так же не получится. А вот вы сейчас вступите в диалог с Виктором, который утверждает, что... Я на самом деле полностью согласен. Так мы с этого и начали. Подождите, люди не умеют договариваться и разговаривать, и стесняются, причем боятся не потому, что боятся обидеть, а боятся в глазах другого человека поменять свой образ, боятся выглядеть не так, боятся, что в них разочаруются. Речь идет о фундаментальном несоответствии просто. Мы не понимаем, вы пытаетесь... Это же колоссальное несоответствие априорное, заложенное в нашу природу. Я сейчас объясню. Вот мне тут происходило... Подождите, объясните, объясните это после рекламы. Хорошо. А в этом часе Елена Новоселова, плюс 7903-797-6333 для ваших смс-сообщений. Пишите в WhatsApp и 730-101, это телефон прямого эфира, для чего женщины вам нужен мужчина и как делим семейный бюджет. Вторая тема как-то гармонично выросла из первой темы. Ох, тема, конечно, я должен вам сказать, вечная. Тема вечная. Можно я закончу свою мысль? Давай, давай, давай. Я уже, правда, забыл, какая она, но вот о чем я хотел сказать. Мне кажется, мне кажется, что это примерно... Вот, может, кто там каким-то бизнесом занимается, у них есть там партнерские отношения с кем-то, с кем хорошие отношения, вот какое дело начинают вместе. У каждого свои компетенции в этом деле. У тебя такие, у тебя такие. Вы все участвуете там, финансируете старт в той или иной доле. 50 на 50, не знаю, 60 на 40, не имею в виду. Смысл в том, что все вещи, все нюансы проговариваются заранее. Ответственность, распределение доходов, там, я не знаю, расходов того-сего, содержание офиса, прочая-прочая-прочая вещь. Это устраняет кризис ожиданий впоследствии. Конечно. Когда четко есть, как бы, условно говоря, методика поведения. А результат финансовый, создание какого-то продукта, это и есть ваш совместный, как бы, условно говоря, ребенок. Ну, ты представляешь, какой уровень осознанности должен быть, который не забит романтической любовью, люблю-не могу, а где же любовь, а что такое, ты ко мне, ты меня уже не любишь. Вот это вот ожидание, да, это самое большое, это обиды. Любые ожидания пораждают обиды, обиды переходят в претензии, претензии переходят в развод. И это абсолютно, вот я просто поражаюсь, насколько мы не готовы обсуждать вот то, что ты говоришь, да, вот все детально, все зоны ответственности до того, как не возникает конфликт. Мы к этому абсолютно не готовы, потому что это сразу же, якобы, обрушает любовь, это значит, здесь какая-то лежит что-то нехорошее под этим, если это обсуждается, значит, это рациональность какая-то. Ну, семья, это самая рациональная история, которая только может быть. Абсолютно. Любовь, вот эта романтическая, да, которую я страшно люблю, она иррациональна, да, то есть надо подождать, пока приземлимся, полетав годика-два, а вот тогда уже рационально подойти к тому, как мы будем жить дальше. Мы собираемся в путешествие на всю жизнь, и мы забываем спросить, чего у кого в рюкзаке есть, мы вообще куда идем, и какая у нас дорожная карта, и собираемся прожить долго и счастливо до 105 лет вместе. Каким образом? Интуитивно, просто почувствовав, что это мой человек, или еще хуже, моя вторая половина, это вообще кошмар. Да, то есть это вообще ни о каком партнерстве речи быть не может, когда мы говорим про половину. Я ненавижу, что ты неполноценный, что ли? Да, это обязательно нужно меня чем-то дополнить, иначе я вот половина. Ты моя половина. Правильно, правильно, ты просто развиваешь мою мысль. И самое главное, будьте готовы, чтобы вы делаете все сами. И тогда не будет кризиса ожиданий. Снимать кризис ожиданий, договариваться о фундаментальном. Приятные ништяки. Да. Сначала о фундаментальных, а потом о деталях. И договариваться честно абсолютно. Если все время пытаться угодить друг другу в этих разговорах, когда мужчина говорит, я буду прекрасным мужем, да, я буду там, я не знаю, что делать, посуду Это все пустые слова. Абсолютно пустые слова. Если здесь проявить честность, то у брака даже при первых разочарованиях, пусть они будут первые эти разочарования, но шансов значительно больше. Вот, смотрите, Будда из пригорода, нам на самом деле очень нравится. Найный слушатель. Как тут не вспомнить индийского мудреца с вами Праджаньяпада? Действительно, как он? Вспоминайте всего минуточку. Всего нетленка и азбука мудрости. Вот что он говорит. Любовь может существовать только между равными, без восхищения. Если кто-то чувствует себя выше или ниже, то никакой любви нет, а есть жалость, симпатия, восхищение и так далее, но не любовь. Любить — это вместе расти. Имеется в виду расти как личность, гармонично развиваться и так далее. А если, да, я абсолютно согласна, современная формула звучит так. Любая пара существует вместе до тех пор, пока каждый способствует росту другого. Да, но при этом восхищаться мужчиной — это уже нормально в паре. Гордина. Это же... И женщиной тоже. Естественно. И женщиной тоже. Лена, где мы вас еще можем увидеть, послушать в ближайшее время? А, во-первых, я всех приглашаю завтра же, просто завтра, в тренинг в зеркалах, мой любимый. И я вас приглашаю зайти на «Воселово-нижнее подчеркивание тайм» в инстаграме. Там полная информация. И, как всегда, особые условия, причем очень особые в этот раз, для слушателей «Серебряного дождя». Буду очень рада видеть вас. Заходите. «Воселово-нижнее подчеркивание тайм». Там есть вся-вся информация. Значит, друзья, коротко... А коротко уже не получится.